Сейчас 5.20 утра, я проснулся очень рано, потому что когда принимаешь антидепрессант ночной и от тревоги лекарства они ускоряют процесс сна. Короче я же смотрю тут видосы про фильтры и воздушные фильтры и увлажнители. В общем, несмотря на то, что стал жирным ублюдком, я становлюсь жиробасом просто. Я, короче, бросил курить, это весьма было очень тяжело. Сейчас покажу. Вот это я купил тут давненье, ну так, относительно давно, месяц-два месяца назад. Присос дешевый робот. В общем, фишка в том, что там фильтр такой примитивный и вентилятор очень маленький, но он сам по себе маленький. И он засасывает, сквозь этот фильтр как-то каким-то образом проходит сквозь щель. Здесь достаточно примитивный, его даже толком мыть не надо, там просто он задерживает, задерживает такую пыль, которая в коме собирается. И вот прикол в том, что он просто по промытому даже полу ездит, я его потом снова включаю через какое-то время. Два дня он, то есть он работает там всего там 40 минут примерно. По 40 минут, по 30 минут, два дня он вот так проездит. Затем я фильтра снимаю, водой промываю проточной, и там выходит вот эта вот пыль, которая в такие волокна. Она, то есть, ее очень много. Я еще узнал, что пыль, она там, короче, вот эти вот паразиты, клещи мелкие, они оказываются не только внутри человека, ну, что там, внутри человека паразиты, внутри вообще живых существ. Они там обитают еще где-то на ресницах, там еще где-то мелкие. Они еще в пыли обитают, они живут на пыли и переносятся. Короче, интересно вообще мир, он переполнен вот этими всякими клещами, там всякой хренью. И вот этот вот фильтр, он поможет очистить и увлажнитель, потому что влажность воздуха всего 10 процентов. Вот здесь у меня гигрометр, он стоит 100 рублей. Короче, и даже на улице влажность заниженная. А фильтр покупать очень дорого, и где-то на ютубе ты не увидишь. Там, короче, прикол в том, что никто из них не задумался продавать фильтры. Ну, видимо, это запрещено самодельный фильтр продавать. Потому что, видимо, есть много подводных камней, о которых я вот узнаю. Даже дорогой фильтр, который за 100 тысяч, за 200 тысяч покупают люди среднего, среднего достатка, ну, то есть средний класс. Там требуется, там, короче, он лесенью покрывается внутри, железом, всякими отложениями, там вообще жесть. Там нужно дистиллированную воду, ездить, набирать. Будет. И очень большой расход воды. Я, короче, перестал сахар фигачить. И это тоже, кстати, очень сложно отказаться от сахара. Ну, добавлять его в кофе, там вообще куда. Я вот собираюсь с получки купить. Там на Алиэкспресс, короче, только продается, к сожалению. Мне он не нравится, этот Алиэкспресс, или Ебэй. Вот мне вот это все не нравится. Там продается, мне просто сейчас надо быстрее, потому что места мало на телефоне. Он какой-то очень стрёмный мне. Короче, там испарители вода. воздуха. Не для вейпа. Я не курю вообще, не выпить, не курю. А вот именно для воды. И там самоделку можно сделать такую, которая будет испарять воду. Но прикол в том, что там много подобных камней. И ультразвуковой испаритель, он налет белый делает на поверхностях при определенном качестве воды. И еще вокруг конденсат образуется. Ну, там много проблем. И это будет мне придется сделать первый противотип, второй, третий, четвертый. Так, пока надежный фильтр не будет готов. Я хочу, чтобы у людей был доступ к хорошему фильтру, водонежному. И с большим количеством сменных фильтров дешевых, которые будут стоить не 20 тысяч. 20 тысяч – это самый дешевый, который продается. Причем они все фейковые там продаются. Я сначала для себя сделаю фильтр и проверю его надежность. Потому что так же там можно вентилятор очень мощный и при этом бесшумный. И провод. Ну, там много проблем. Еще я хочу с полушки купить, короче, какие-то есть продукты, содержащие, ну, один, два, буквально один, содержащий йод, ну, пищевой, ну, для организма. И еще содержащий калий, магний, железо и витамины группы В. Ну, там разные микроэлементы. И при этом это вкусно. Ну, отлично для меня. Вкусные продукты. Но они редкие. Мы никто, ну, мы, ну, россияне, такое обычно никто не покупает, не ест. Это только в таких там, типа в Таиланде там едят, не знаю, где еще. И таким образом можно будет восполнить микроэлементы. При этом это будет вкусная штука. И... А вот как заменить кофе? Кофеины бросить? Я не знаю. Еще, кстати, я сейчас запишу видос про еще очень интересную манипуляцию, которую используют создатели World of Tanks. Они очень хорошие, которые можно, кстати, даже использовать, когда мы свою игру создадим по типу Моровинда, только действительно великую игру, прекрасную, ну, или стратегию. Потому что такого больше нигде нету таких вот тем, как они делают. Они, видимо, каких-то психологов пригласили, психоаналитиков и нелперов там и прочее для работы. Специальный отдел сделали там у себя в офисе.